Дай почитать. А знаете, дорогие слушатели, что еще Гиппократ рекомендовал верховую езду больным и раненым, отмечая ее воздействие на душевное состояние пациентов. А французский энциклопедист Дэнни Дзидро написал трактат о верховой езде и значении ее для сохранения здоровья и обретения его снова, между прочим, усиленно рекомендуя верховую езду нервным дамам. Издательство Ломоносов, специализирующаяся на научно-популярной литературе, опубликовало интересную книгу Веры Курской «История лошади в истории человечества». Книга напоминает добротный реферат. Автор – историк и иполог. Предыдущая книга Веры Курской, популярная в профессиональных кругах, посвящена масти лошадей. А в книге «История лошади в истории человечества» автор подробно рассказывает о лошадях Ближнего Востока, Античности, Средневековой Европы, Индии, Дальнего Востока, Америки, Мексики. Но большее внимание уделяет судьбе лошади в России. Автор искренне любит и восхищается этими прекрасными животными. А эрудиция Веры Курской, безусловно, является главным достоинством книги. Чего только здесь не узнаешь. Так у древних египтян сёдел не было, как и подков. На изображениях Рамсеса II и Рамсеса III можно увидеть только защитные приспособления из дуба или соломы на ногах у лошадей. А самой знаменитой лошадью античного мира был троянский конь. Его образ оказался настолько сильным, что пережил века. И уже в наше время его именем назвали один из типов компьютерных вирусов. Считается, что белых лошадей не бывает, их нужно называть серыми. Но правда в том, что иногда рождаются настоящие белые лошади с белым волосом и розовой кожей. Первая белая лошадь родилась в результате спонтанной мутации в период барокко. А первоначально изобретённая в XVIII веке карусель была тренажёром для отработки приёмов владения оружием. Всадники скакали по кругу на деревянных лошадках и учились поражать копьём манекены. А хобби на самом деле – это маленькие ирландские кобылки. А драгунские кони при Анне и Анне были не выше пони. А термин «чистокровное» следует понимать как совершенная порода, которую нельзя улучшить скрещиванием. И это всё вы можете прочитать в книге Веры Курской «История лошади в истории человечества». До новых встреч!